Привет, красно-белые! Совсем скоро состоится дерби всей Руси и один из самых важнейших матчей этого сезона против ЦСКА. Игра, которая окончательно расставит все точки над «и». А за микрофоном местной фанат и давайте разбираться, чего нам ожидать от предстоящего матча. Весенний ЦСКА удивляет. Уж не знаю, что там лысый гений Федотов сделал с командой зимой, но то, что армейцы творят магию вне Хогвартса своими результатами, это точно. 9-матчевая серия без поражений в чемпионате и, как итог, второе место в турнире на таблице, а также приятный бонус в виде выхода в финал Кубка России. В прошлом турец ЦСКА без каких-либо проблем обыграл Торпеда 3-0, тем самым отправив их в лучшую лигу мира. Если же говорить по персоналям, то я бы выделил игру Чао и Облекова, которые этой весной забивают и отмечаются полезными действиями практически в каждой игре. Да и вообще игра армейцев выглядит как один цельный механизм, который неплохо управляет главный механик Федотов. Матч с нами для ЦСКА будет принципиален как никогда. Во-первых, это дерби. Где бы кто ни находился, в какой бы форме кто ни был, это принципиальнейший матч для обеих команд. Во-вторых, турнирное положение. В случае победы ЦСКА можно наверняка сказать, что они уже заполучат серебряные медали, что добавляет принципиальности этой встрече. Что же касается Спартака, то тут не все так однозначно. Матч с Химкими, особенно его первый тайм, в очередной раз наполнил нам о неудачно складывающейся весенней части чемпионата. Уж не знаю я, что должно произойти, чтобы мы провели нормальный первый тайм. Раз тактика обоскаля раз за разом не работает в первых таймах, то может стоит обратиться к шаманским ритуалам? Скушают какой-нибудь травушки наши футболисты, подышат дымком. Глядишь, может удастся изгнать проклятие первых таймов. Если же говорить серьезно, то несмотря на все негативные моменты, я бы отметил и положительные. Да, мы плохо проводим первые таймы. Да, мы страдаем от индивидуальных ошибок футболистов. Но все же не было такого матча, где наши парни не бились бы до конца. Вспомнить хоть недавний матч с Зенитом, где в целом команда выглядела неплохо. Да и с Химками в меньшинстве мы пытались спасти игру и шли вперед. В этом плане меня радует то, что Спартак не сдается и всегда играет до самого конца, несмотря на счет на табло. Главный козырь Спартака – непредсказуемость. И именно этим об Аскале и его бригада могут удивить Федотова. Чем-чем, а вот в тактических аспектах Гилермо может удивить. Правда, они всегда не срабатывают как надо, но тем не менее. Предсказуемый Спартак осенью и непредсказуемой весной – абсолютно две разные команды, которые не так просто подготовятся. Если же мы глянем на статистику очных противостояний, то дома Спартак выглядит неплохо. Это чисто увлекательная статистика, а ничего более. В рамках первого круга мы на выезде сыграли 2-2, но тогда и мы были на подъеме, и ЦСКА на спаде. Можно сказать, расклады такие же, но только теперь ЦСКА на подъеме, а мы на спаде. Я думаю, матч будет ярким на событии. Это дерби сродни матчу за финал, где победители получат все, а проигравшие – ничего. Поэтому обе команды будут стремиться играть на победу. Лично у меня есть какая-то внутренняя чуйка, что эту игру мы как минимум не проиграем. А уж как будет на самом деле, покажет игра. Верю в команду и надеюсь на ее успех. А что думаешь ты по поводу предстоящего матча? Пиши свое мнение в комментариях и не забывай поставить лайк и подписаться на канал. А за микрофоном был Мясной Фанат и до встречи в новых видео.